Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 548, тема «Взаимоотношения». «Почему между некоторыми святыми, например, Кириллом Александрийским и Блаженным Феодоритом и другими, были крайне плохие личные отношения, такие, что они ругали друг друга или радовались смерти?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не нужно было канонизировать ни того, ни другого, а просто читать их труды, сверяя с Писанием, и этот вопрос уже бы не возник. То, что между многими Кириллами и Феодоритами, никого не волнует и не удивляет. Но вот сделали приставку святой, праведной, сделали их богами, и все человеческое, что позволено смертным, обращается им в смертельный упрек. «Как же так? Они же святые! Разве святые могут так поступать?» Когда они так поступали, этой приставки «святой» не было у них, а был обыкновенный дядя Кирилл и дядя Феодорит, который также ел, пил, кашлял и ходил в туалет. После их смерти, наградив их неземным эпитетом, увидели несовместимость с тем, что было в действительности, и стали ахать. «Ах, я так был им очарован! А теперь так разочарован! Лично я в жизни много раз слышал подобное в свой адрес». И меня нисколько не удивляет то, что этот же самый Кирилл Александрийский, родной племянник главного гонителя и убийцы Златоуста, Феофила, патриарха Александрийского, никак не хотел вписывать имя Иоанна в поминальник, диптих. Здесь мешалась Божия Матерь, случай экстраординарный, и под правила ревнителя славы своего дяди. Ничто человеческое не чуждо было тем, кого сегодня называют святыми. Епифаний, кипрский опытнейший архипастырь, которому было уже за сто лет, дал увлечь себя царице Евдоксии и оказался против Златоуста в самый критический момент его жизни. «Почему? Почти такое же случалось и между апостолами». Галатам 2.11 «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию».